Вот центр Елабуги. Чистый, уютный такой городочек маленький. Продолжение следует. Когда вы выйдете на веранду, на балкончик, в доме музея, перед вами откроется панорама шишкинских прудов. Как вы думаете, что это за пород дерева? Лиственница, наверное. Верно. Это дерево лиственница. И от долгого лежания во влаге, в земле... Она только лучше становится, да. Она становится тверже камня. Сердцевинку у дерева убирали специальным приспособлением. Деревянные трубы скреплялись между собой вот такими вот крепкими железными обручами. Деревянный водопровод снабжал водой не только промышленные предприятия, которые к тому времени уже сформировались, но также и частный сектор. Также обращаю ваше внимание на высокую брандмаурную стену, которая наполовину состоит из твердого камня, наполовину из красного кирпича. В 1850 году Елабугу постигло страшное бедствие. Выгорел почти весь деревянный город. И по новому проекту градостроительства между домами следовало строить вот такие высокие стены брандмауры, чтобы защищать соседние постройки от огня. Да тут как-то и пить-то неприлично падает. Такие улицы чистые, выкрасанные. Это надо куда-то на помойку куда-то спрятаться, дойти. Да, Елабуга, можно сказать, представитель яркий России, да, Татарстана и природы нашей. Красота. Вон кама вдали видна. Мы этот домик почему-то не видели. А я ниже, если вышел, а вот что-то подобрезет. Ладно, ты понимаешь, вон вон, елки-палки. Они, говорят, в Задрючинске. Я думала, чуть нельзя плакать. Ну ладно, пускай. Ну это то же самое, только плакать наоборот. Вы водить воду лишите. Ну да. Я такого же умилениям глял, но такой, ну вот красотища. Тут нельзя не родиться художникам. Так он родился, получается, все-таки не здесь. Почему? Родился он в Питере, наверное. Я имею в виду, он питерский, из Единой России. Родился он в Питере. Да проходите. Здесь есть% يترجمة نостяка. Это〈 Melbourne sleep» Где наша-то? Куда надо бежать? Это наша эта? Да, они на пол. Продолжение следует... Продолжение следует...